Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия создает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поставок газа в Китай. Президент России Владимир Путин анонсировал создание тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном. Соответствующее заявление было сделано в Кремле на встрече российского лидера с казахским президентом. Пресс-секретарь Касым Жамар Татакаева Руслам Жилдибай отметил, что новый газовый союз создается для координации действий сторон по транспортировке российского газа через территорию Средней Азии. Больше никаких официальных подробностей о новом газовом союзе из уст официальных представителей России и Казахстана не прозвучало. Это порождает вопросы о целесообразности образования нового энергетического союза. Для ответа на эти вопросы необходимо понять, какие цели преследуют Россия в Средней Азии и какую помощь могут предложить Москве, Казахстан и Узбекистан. По всей видимости, речь идет об увеличении поставок российского трубопроводного газа в Китай. Стоит отметить, что в настоящее время Казахстан и Узбекистан имеет сопряженную с Китаем газотранспортную сеть и поставляет в Поднебесную свой газ. По сути, все участники нового газового союза являются конкурентами друг другу. Однако вскоре ситуация изменится. Узбекистан ранее являлся лидером в объемах экспорта своего газа в Китай. Однако сейчас объемы экспорта узбекского газа постоянно снижаются. Происходит это по причине стагнации газодобычи и роста внутреннего употребления голубого топлива. По итогам текущего года Узбекистан добудет порядка 53 миллиардов кубометров газа, из которых потребит около 45 миллиардов кубов. При этом к 2030 году объемы потребления газа в стране вырастут до 55 миллиардов кубометров. Это вынудит Узбекистан отказаться от экспорта своего газа в Китай. Свободного газа для экспорта к 2030 году будет меньше и у казахских соседей по аналогичным причинам. Казахстан также снижает объемы поставок своего газа в Китай. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, объемы добычи газа в Казахстане в сентябре 2022 года оказались минимальными за последние 10 лет. В сентябре текущего года казахские предприятия добыли меньше газа, чем в сентябре прошлого года на 20,5%. При этом у России проблем с добычи газа нет. Газпрому необходимо найти замену 80 миллиардам кубометрам газа, выбывающим с европейского рынка. Вполне вероятно, что Газпром получит право поставлять свой газ в Китай по казахским и узбекским газопроводам. Это позволит увеличить объемы экспорта российского СПГ в КНР минимум на 10 миллиардов кубометров. В свою очередь Казахстан и Узбекистан будут зарабатывать на транзите российского газа в Поднебесную.